В фойе Дома культуры организовали консультативный прием специалистов соцзащиты Миссионного фонда Фонда медицинского страхования по социально-правовым вопросам. Прошла и специализированная ярмарка вакансий. Мы стараемся все больше наших инвалидов вовлекать в активный образ жизни. В городе, в стране для этого делается очень многое. И то, что мы здесь пережили паралимпийские игры зимой, то, что работа не остановилась, а продолжается для того, чтобы в городе создать все условия для свободного передвижения, для свободного доступа инвалидов во все объекты, во все учреждения. Сами же гости праздника отметили важность таких консультаций. В очередях стоять не надо, и все специалисты находятся в одном месте. А вопросов у инвалидов действительно много. Некоторые находятся на пенсии, но сидеть без дела не хотят. Такие консультации помогают обучиться новой специальности и найти работу. Когда ты пенсионер, инвалид, приходится переучиваться. Сейчас я закончила на лифтера. У меня новое удостоверение. И сейчас записалась на вакансию лифтера. На концерт были приглашены около 200 представителей организации инвалидов Центрального района. Особо активных отметили почетными грамотами. На сцене выступили местные творческие коллективы. Посещаешь, отводишь душу, приходишь, стараются. Видишь, что люди стараются, занимаются с детками и пенсионеры. В городе очень чисто. Спасибо мэру города, потому что он заботится о всех пенсионерах, о жителях города. Концерт – это не точка для этих мужественных людей. Подготовлена целая праздничная декада. Мероприятия будут проходить во всех районах города. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.